За предельной скорости, экстремальное вождение, борьба накаленная до предела. 12 июня в Славянске-на-Кубани прошли ставшие уже традиционными соревнования по мотокроссу на Кубок главы района. За жаркими гонками лучших мотокроссеров Южного федерального округа наблюдали наши корреспонденты. В этом году побороться за главный трофей соревнований Кубок главы района, а также определить победителей этапа первенства и чемпионата Краснодарского края по мотокроссу. В Славянск-на-Кубани приехали более 80 мотокроссеров Южного федерального округа. Участников соревнований поприветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Спорт – это сила, спорт – это жизнь, поэтому я поздравляю вас с открытием чемпионата. Хочу сказать спасибо всему оргкомитету за подготовку к этим соревнованиям, за те добрые традиции, которые в Славянском районе соблюдаются. Отдельное спасибо Михаилу Дмитриевичу за любовь к своему спорту и за то, что воспитывает наших ребят. Спасибо родителям за то, что помогаете, поддерживаете. Пусть победит сильнейший. Успехов, удачи и всего самого доброго. Соревнования по мотокроссу в нашем районе стали традиционными. Они проводятся уже 20 лет. И число участников год от года только увеличивается. Это связано, прежде всего, с хорошим уровнем подготовки соревнований и гостеприимством хозяев первенства. Соревнования проводятся везде. Так же и в Ростове, так же и везде, в всяких районах, ну и в краях, там, Ставрополье и все-все. Ну это такой, настолько традиционный, им так нравится наша трасса. Она вроде бы не сложная. Ну и особенно дети. Им приятно прыгать тут хорошо, красиво получается все. Ну стараемся мы для них. Мотокросс – очень демократичный вид спорта. Здесь нет никаких возрастных ограничений. В этом году самому юному спортсмену было всего 4 года. Самому опытному – за 60. Команду Славянского района представляли 12 мотокроссеров. Настрой перед началом заезда у всех был боевой. Я занимаюсь мотокроссом с 10 лет. Сейчас мне 16, занимаюсь уже 6 лет. Нравится этот вид спорта, потому что тут нужно бороться, показывать свой характер, свою храбрость, показывать себя больше. Этот спорт требует храбрости, хорошей технической подготовки, физической подготовки. Нужно настраиваться только на себя. Я полностью готов, боевой настрой буду показывать, что могу. Протяженность трассы, которую необходимо преодолеть спортсменам – 1600 метров. Сделать это надо за максимально короткое время. Соревноваться спортсменам пришлось в непростых условиях. Почти 40-градусная жара, да к тому же пыль на трассе. Но трудности только закаляют, уверены участники соревнований. Заезды проходили по нескольким классам. В зависимости от мощности двигателя мотоцикла и уровня подготовки спортсмена. В каждом были определены победители. Судейская коллегия у нас подготовлена на международном стандарте судьи. Поэтому надеемся, что соревнования пройдут успешно в рамках правил. По итогам соревновательного дня в копилке славянских мотокроссеров четыре медали – одна золотая, одна серебряная и две бронзовые. Анна Монастыренко, Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...